Всем привет дорогие друзья, с вами Марс, сегодня мы смотрим Divinity Original Sin. Игрушку, которая прямиком из Kickstarter к нам пришла, от компании Larian Studios. Игрушка сделанная в духе моих любимых игр, наверное, Dragon Age, Baldur's Gate, вот что-то в таком роде. Боевка здесь представлена пошаговой стратегической игрой, а простое передвижение по миру реализовано как в том же Diablo. То есть давайте посмотрим, начнем новую игру. В игре также доступен мультиплеер, пока что на двух игроков, дальше возможно и кооп на четверых. Но в любом случае веселее. В данной игре нам придется управлять за двух человек абсолютно разных направлений, но эти направления мы можем задать сами. Так вот мы, собственно, в окне создания персонажей, давайте их сразу переименуем. Так, ты у нас будешь, пожалуй, Деймосом, а ты у нас будешь Фобосом. Вот, а за пультом у нас сегодня будет Марс. Деймос и Фобос, страх и ужас. Мои верные помощники, мои верные спутники. Так, в игре представлено 11 классов, давайте я вам их покажу. Это ведьма или ведьмак. Визард, то есть маг, боевой маг. Клерик. Энчантер, то есть маг, стихийник. Файтер. Рыцарь. Рейнджер, то есть лучник. Рога, в смысле рога. Шадоу Блейд, в смысле убийца. Это что-то... Вейфер. Хер его знает, не знаю такого класса. Вот, давайте-ка закастомизируем. Так, кем у нас будет Деймос? Деймос, ты у нас будешь... Клериком, наверное, да? Уж у нас Клериком, а Билку мы тебе первую поменяем. На... Ну вот, на Батл Раш. Хилку оставлю, пожалуй. Потому что ты у нас будешь танковать. В талантах мы тебе... Так, мы тебе вот это вот поменяем на Лича. То есть вампиризм, проще говоря. В других играх, даже в той же Доте, вампиризм реализован так, что когда вы наносите урон своим оружием, с врага вытекает кровь, и вы при помощи этого же оружия как-то впитываетесь в эту кровь в себя, и этим хилитесь. Тут же это реализовано так, что когда вы стоите в крови, вы как бы высасываете из крови жизненной энергии. Как-то так. Такс, интеллект мы у тебя немножко заберем, добавим тебе больше силы, потому что ты у нас будешь в тяжелых доспехах ходить. Асепт. Такс, тут мы можем выбрать ему персоналити, то есть его отношение будет... Как бы это его характер. То есть не будет какого-то определенного характера, будет лоялен, то есть лояльно относиться к добрым поступкам и не лояльно к плохим. И рандомный, то есть будет соответствовать по, естественно, обстоятельствам. Такс, ты у нас будешь каким-то таким... Кстати, видите, я иконки меняю, и это никак не отображается на моем персонаже, то есть, в принципе, иконку вы можете выбрать любую. Такс, причесочки тут особо, конечно, такие. Не очень, я вам честно скажу. Такс. И тут же мы можем ему труселя выбрать. Что ж, пожалуй, будешь ты у нас в красных труселях? Деймос, Деймос в красных труселях. Супер. Ага, Фобос у нас будет, наверное, магом. Только каким? Я пока еще не определился. Хотя... Да нет, давайте все-таки мага. Выберу какого-то... Какого-то, какого-то, какого-то... Вот, Энчантер пускай будет, да? Поменяем ему сейчас только... Нет, не то. Аэро, 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 аэро. Это у нас что? Это у нас гидра. Аэро... Это у нас телепортация. Блин, говно. Нельзя ничего трогать здесь. Харизма... Телекинез. Уилл Пауа. Блин. Давайте харизму отберем, а че? Потому что мне нужно вкинуть в... Куда-то. А, подожди, а это что? А, это хи... А, так зачем мне хилка? Давайте выкинем... Из гидра и тадам. Прокачаем... Пирокинез. Такс. И сюда поставим... А, вот флейм. То есть огненная стрела или просто огонь. И вернем тогда, пожалуй, тебе харизму. Как-то так, да? Телепортейшн. И этот ветер мы оставим. Ну, хер с ним. Но это зачармить, да? А это что? Ага. Ну, давайте вот это вот как стан возьмем. Сколько она очков, кстати, будет жрать? Шесть экшн-поинтов. А это три экшн-поинта. Не, давайте, пожалуй, этот ветер оставим. Так, сет. Так, сет, сет, сет. По скиллам все нормально. Асеп. Не, ну, естественно, у нас... Что это такое? Фобос у нас будет мужиком. Даже не обсуждается. Так, будешь у нас блондинчиком. Будь у нас человек рандом. Так, с беленьким... Беленьким блондинчиком. Все нормально. Без бороды. Заодно причесочки я вам сейчас продемонстрирую. Да, причесочки, конечно, не отличаются. Где мужские, где женские. Ну, дай пофиг. Ну, вот что-то такое, пускай бы, да? Плодинчик. И выберем тебе, наверное, магические труселя. Вы не удивляйтесь, почему я выбираю героин труселя, потому что они добавляют харизму. Тут... Я не знаю почему. Просто так задумано. Так, Демос, Фобос, are you ready? Yes, I'm ready. Go. Yes. In the days of old, the sorcerers of Rivelon cured the sick and healed the wounded through a great power called Source. But a terrible darkness invaded the land, and Source was forever tainted. The sorcerers, who once healed, now only destroy, and madness has overtaken them. A few brave Source hunters are all that stand between Rivelon and the dark power and threatens to destroy them. Where ever source appears, hunters follow. Одна проблема этой игры, пожалуй, то, что она пока что только на английском. Где-то в сентябре будет полный перевод, официальный. Так что все будет. Все будет хорошо. Причит. Расскаж. Класс. 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 Убей. Молодцы, готовы, к крови. Но вы должны исследовать эту убийцу, не ли? Они говорят, что это Саус, который сделал с конселлами. Саус в городе как Саисил. Никакой не в порядке. Вот они, капитан, сэр. Бога блескальств на вас, хантеры. Вы будете рады слышать, что мы достигли Саисил. Но есть проблем на саду. Таким образом, мы должны идти в порядке. Вот, уходите. Это орк-шипы. И они блокируют нашу пасху. Мы вырвем вас так близко к городу, как мы можем. И вырвем вас на пляже. Будьте осторожны. Орк-шипы на саду. Умерцы уйдут все ручки. И... Есть угрожащий на саду. Если вы получите правильность для Саусилов, вы должны держать свои умы о нем. Можете счастье богов быть с вами, Саусиловцы. Дивинити, оригинал Син и прекрасная музыка на фоне. Для тех, кто не понял, о чем говорилось в сюжете, то есть предисловии, жили себе добрые-добрые маги, которые использовали для своих колдунств некую субстанцию или некую силу под названием Сорс. Эту силу они использовали только во благо. Там помогали людям, лечили их всячески. И ждали какой-то за это благодарности. Но люди не воспринимали их. И в один прекрасный пасмурный день маги взбунтовались. И их охватило безумие. Они стали убивать, возрождать нежить, поднимать свое войско. Короче, творить всякие бесчинства. И появились люди, которые должны были им противостоять. Так называемые соурс-хантеры. За этих людей как раз таки мы и играем. Так, мы собираем ракушки. Нас высадили здесь только по той причине, что гавани приближались к корабли орков, которые были в атакующих позициях. Капитан сказал, что выкинет нас здесь. Что он делает здесь? Что ты ожидал, чтобы они были в атакующих? Так. Книжка. Дневник путешественника. Давайте прочтем ее. Так. 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 короче этот мужик с кем-то поговорил и наверное посчитал что он сможет летать но по итогам и так поверишь ли ты в это что мужик просто взял и спрыгнул поверив ну в такую чепуху в принципе такс мы ответим что это абсолютное безумие как можно было вообще в такое говно поверить так он согласен то есть вот и мы получили по точку практицизма короче а может ваш персонаж то есть ваш напарник не соглашаться с вами и у вас там даже в могут возникнуть некие баталии баталии тут происходят по-особому потому что вы с вашим напарником не можете буквально подраться а можете лишь использовать оружие мужчин то есть поиграть в камень-ножицы бумага и тот кто победит о первый файт неизвестный маг призвал какой-то говно сейчас тебе будет так значок полетели я никого ударить не могу но зато забафаю сейчас на милишную атаку так теперь ребятушки ребятушки тащи туда заряд огня рассыпался и все и мне больше нету экшен-поинтов и с одного удара мы тут его разнесли неплохо и тут нам предлагают зайти в первый же данж но я воздержусь потому что он очень скучный давайте еще по бережку пройдемся да 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 я знаю что я пропускаю данж так мы нашли портал лопата ракушки пожалуй уже собирать не буду хотя каждую ракушку можно продать за 6 монеток а 6 монеток это прикольно то есть это такая очень глубокая очень продуманная игрушка в которой ну очень много всяких аспектов просто просто дофига а тут мы можем вскопать например и поднять золотой кубок например ну вот норм а процент такс процент цепокс короче на них напали орки и они чё-то очкуют кто вы такие мы легионеры конечно что похоже на орков ну понятно короче алкоголики такс короче я скажу что вы алкаши да не простите что с моим голосом не то не говорит с нами все нормально а вы такие нехорошие охотники на демонов чё тут забыли такс 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 давайте проскипаем просто я в принципе понимаю о чем они говорят но переводить это все это для меня сложно все пожалуй мы пойдем айдонт нит эскорт спешли но что скажет у нас визард попробуем его урезонить ага и он побеждает ага и они на нас обиделись но молодец визард все правильно сделал туда такс но он живой но я снес ему то есть я сбил его с ног он будет лежать еще один ход блокт лошок петушок так давайте ка мы тебе зарядим моим колдунством да чё то колдунство говняно проходит на самом деле ну тогда этому петуху все больше я ничего не могу мисс нахуеть и все и больше у меня нету очков действия лич работает но работает не нормально работает почему нет мак ты говнюк понимаешь за тебя мы начали драться с этими петухами почему ты миссуешь дурак затрахал ты уже вот так вот хилимся живем интересно я смогу тебя достать да смогу чтоб ты не убегал на нахер по горбу ну и все пожалуй на этом остановимся какого хера вот тварь но все больше я ничего не могу ему сделать вот понимаешь из-за тебя козла мага у нас получилась такая ерунда так 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 ну теперь у нас два мертвых легионера так они были кретинами чё смех IV то есть он согласен с нами п То есть ненависть, хейтлесс По-моему это так переводится Хейтлесс, ненависть Так, давайте похилимся Хорошо, что я хилку на себя взял Ну то есть как на себя, на перс Но помощь бы нам действительно не помешала Тем более в борьбе с орками Так, за что это такое? Палка какая-то, да? Магическая На, держи О, еще какой-то этот Рид, книжечка Крафтинг, кукинг Понятно, это книжка про крафт Это на декстерити нужно То есть это на ловкость А, пойдем Кстати, маг Че там тебе эта палка не подходит? Вообще никак Да, не входит ему эта палка Ладно, че, пошли Посмотрим, че да, как тут с орками Дела Сейвинг, то есть автосейв пошел На самом деле очень интересно играть в эту игру В кооперативе Взять Томато О, хаммер One-handed weapon Че мы тут на подбирали уже такое, да? 15-20 у меня эквипт Возьму, пожалуй, я меч Хаммер это такое Ладно, пошли В бой Вступает Воу Такс, они там доколачивают орка Мы вступили, получается, в бой Прямо Такс, этого они раскроили Ого, нормально легионеры так-то дерутся Те просто были пьяные уебки Да и орчики, в принципе, неплохие Такс, ну я думаю, надо сливать первым делом этого ублюдка Мага ихнего Бафаемся на мили Нормально, они тут говна раздают Эй, 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 эй Что за дерьмо? У меня такая штука, как пизданет Что-то, я думаю, мне больно будет Такс, ну давайте-ка Отвлечем внимание его Но на него сейчас хилинг сработает Так что Мне его не добить Хотя До свидос Хилинг ему не прошел Если что, тут море крови Поэтому Я отхилюсь Все будет нормально Че ж вы миссуете-то? О! О! А мак на меня не отвлекается Ему норм О, сгорел Ей Ей Мне экшн-поинтов в принципе не хватит Давайте О, еще ж миссуешь Нихи, нормально 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 он Брыкается Так, а сколько нам нужно На телепортацию? Дофига То есть я могу потратить Только два очка А вот на эту херню Четыре, да? Лови Колдунство Неистовое Это у меня Отхил только что Прошел Потому что Я в крови был Нэна Больно тебе? Так и должно быть Привыкай Так, ну вот это победа Мы орков размотали И этого ихнего Петушка Не знаю, что бы мы делали Конечно без легионеров Но хорошо, что они тут есть Лут Собирать лут Первым делом Так Теперь давайте посмотрим Че там Мы понаподнимали Такого Интересного Броня Одинаковая броня То есть одну Держи Фобос Эту я заменю Подняли Арухэт Наконечник Наконечник стрелы Да-да-да Наконечник Наконечник Стрел Так Поисон Резист 15% Это лучше Магу Ну пускай будет Просто Эти приколы У него Ну в принципе Никакого такого оружия Серьезного у нас Нету А мы тут Левел пока Апнули Тоже хорошо Во Как я и говорил Трусы Трусы Дают 3 экшн-поинта У меня были еще такие трусы Что дают харизму Не знаю как это связано Но Это магия Будем считать Что это магия Экшн-поинты По правде говоря Нужны На самом деле Мне Ну то есть Танку Поэтому Отправляем Трусы ему Пускай он таскает И вот у нас Тут Собственно Level up То есть мы можем Вкинуть Одно очко В свои Стандартные характеристики Так это Обнаружение Ловушек Там Крит шанс Атака Декс Я даже и не знаю Ну давайте-ка Вкинем это все В спид Почему нет По скиллам По скиллам По скиллам Моему Танку Не нужно Ничего Дефенс Щилд Бодибилдинг Может даже Вкинуть Да Давайте Вкинем Хотя Что тут еще Есть Лаки Чарм Например Тоже Хорошая Херня То есть Это Возможность Выпадения Более Редких Предметов Ну или Вообще Выпадение Предметов Потом Что еще Тут есть Крафтинг Во Крафтинг Блэксмитинг Ну Блэксмитинг Да В принципе Надо Это Блэксмитинг Это починка Блин Сколько всего Интересного Сколько всего Вкусного А можно Прокачать Так Немало Так Сюда Мы тебе Вкинем В интеллект Будь у нас Интеллектуальным Бойцом А уметь Ты у нас Будешь Лормастером Ты у нас Будешь Это Распознавание Предметов Если я Не ошибаюсь Конечно Так Теперь Давай Лутать Золотишко Трупы У нас Лутать К сожалению Нельзя Тем более Снимать С них Снарягу Хотя Не Вот С этих Можно И с этих Можно Чего это Я Тупанута Ну вот Орка Нельзя Зуб Ничего Пустые Карманы Еще Зуб Так Так Ну Таймся Потихонечку Чему нет Этого Орка Мы Прям Испепелили Странные Такие Корабли Орков Какие-то Они Такие Херовые По правде говоря. Как оно вообще плавает? Это тайна. Тайна, покрытая мраком. Такс. Чего? Арбатайси. Короче, говорит, что он видел нашу битву. Что мы хорошо справились. Он, типа, восторгается тем, что мы соус хантер. You are welcome. Ну, тут непростой английский. Тут я многого не понимаю. Но он нас, типа, приглашает в город. Так, сющийся... Так, с чёным, чёным, чёным... Это что-то вроде... Я не знаю, что-то вроде проводника какого-то. Давайте всё у него поспрашиваем. Может, квесты какие даст. Вот. Потому что я знаю, что где-то в этом городе живёт маг. Вот, 100 экспириенсов. Офигенный. А чё ты продаёшь? Ага, ты у нас продаёшь, во-первых, молоток, который можно использовать для починки. И ты у нас продаёшь глаз, который можно использовать для... Для чего? Для распознавания предметов. Вот. Это мы продаём, продаём. Да. Рыбу, молоток. Это на декс. Это на декс. Это мы уже прочитали. Это дубина. Это тоже туда. Это туда. 470. Бля. Всё равно 470. А это сколько стоит? 300. Вот. Ещё это забери. Ладно. Давайте возьмём всё-таки лупу и просто добавим немножко золотишка. Ой. Чё-то я... Чё-то я перебор. Надо 11 забрать. Чё-то как-то я так тыкнул. Абы как. Всё. Теперь у нас есть лупа. Теперь мы можем распознавать предметы. Но эту лупу надо отправить... Господи. Туда им. Теперь я вам покажу то, за что... Чем меня именно игра позабавила в своё время. Я нажимаю С и я готов воровать. Если только популярные девочки из Сорса Катан могли бы видеть, как ежедневно и опасно вы получили. Мы воруем всё. Буквально всё, что плохо лежит. Вёдра. О, что-то горит. О, это ж это... Это нам знакомо. Сюда давай. У меня там должен быть свиток какой-то. Вот. Рейнскролл. Юс. 900 экспириенсов. Пф. Раз плюнуть. Так. Вот этот сундук используем телепортейшн. Очень просто и очень удобно. И вот, видите, хорошо, что я купил лупу, потому что у нас два неидентифицированных предмета. Used. А без скиллов нельзя пользоваться такими вот, например, лупой или хорошей. Used. Надеюсь, это на силу будет. Вон, астренч, хорошо. Send to Deimos. Deimos. Ой, пардон. Deimos. А это я, пожалуй, отдам магу. Ну вот, как-то так. Хорошо, теперь нам нужно купить только молоток. Давайте вернем. Вернем назад сундук. Вот, пускай он там себе будет. Так, теперь пойдем, я даже не знаю куда, давайте что-то своруем. Или просто пойдем в город, посмотрим, что туда как. Потому что тут можно воровать все. Это классно. Это мне нравится. То есть, свобода действий. Прямо как в Скайриме. Только это все сделано в таком духе, как, наверное, первый Dragon Age. Не так приятно выглядеть, конечно, как первый, но в любом случае эта игра куда глубже даже, чем первый Dragon Age. Тут куча всяких деталей, куча разных заморочек. Ближайший все-таки ориентир это игра под названием Baldur's Gate. Одна из лучших РПГ вообще, которую я когда-либо знал. Так, где-то, 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 где-то. А, да. Так, Ксения, я не знаю, или не знаю. Скажи мне о себе. В моей истории я был счастливым, когда я не знал, когда я не знал, когда я не знал, когда я не знал. Я не знал. Короче, голодный чувак, которому нечем или просто не нечем, а не хватает заплатить за рыбу. Скажу ему, что он может забирать. и Ризен. И я победил. Ну, то есть, я не нажимал, я буквально просто скипнул. Так. То есть, сочувствие. Так. А, подбежал стражник и спрашивает, этот человек действительно что-то покупал. Так. This man. Этот, типа, человек говорит правду. Он действительно купил рыбу. Так. Хорошо. С этим поговорили. Норм. Лидершип. У нас маг заработал. Лидершип. Это хорошо. То есть, это баф на всю группу. Тут, видите, продаются картины, вот, скиллы там на лучника. Кстати, давайте пойдем что-то своруем. Почему бы и нет. Куда-то сюда. Я помню, где-то тут я картины воровал. По-моему, где-то здесь, правда. не палясь вообще ни разу. Там он ключ обронил. Так, давайте воровать. Воровать вообще все, что лежит, потому что это все можно будет продать. Вилку, которую можно использовать в качестве оружия, золотую. Нож. Хлеб. Тарелки. Буквально все, все, что плохо лежит, все берем. Так, тут ничего нет. Locked. Ну, тут ключ лежит, поэтому давайте с него начнем. Такс. Блё, превосходно. Берем все. Воруем книжки. Воруем, потому что можем. даггер. Такс, эти книжки отдельно не выделяются. Так, давайте еще залутаем этот. Вау, много всего. Берем. Картину не забыть. Такс, картину с женщиной тоже не забыть. А тут что, кто-то парится? Да-да-да, я что-то видел, что там кто-то парится. Я не прав. Хм, странно, это все странно. Locked. Ключа у меня нет, к сожалению, или к счастью. Такс, ждем, пока он отойдет отсюда, от этого шкафа. Потом скоммунизм то, что он там прячет. Ну и че ты стоишь? Че ты стоишь, мать твою? Сейчас он усядется. Все, выходим. Вообще беспалевное. Офигенно. Там еще можно этот сникинг прокачивать. То есть, вообще норм. Так. Чувак, а у тебя тут на столе монетка лежит? Ты не хочешь пойти погулять, а? Ну так, просто встать там, трястись, давай, давай. Ну чувак, ну ёптен, шо ж такое? Давай. Ну давай, ну серьезно, ну шо ты, шо ты ломаешься? О, 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 пошел, пошел. Все. Золотишко, спы, украли в смысле. Теперь давайте посмотрим, что у него наверху. Ага, тут на меня слишком много людей смотрят. Псс, легко. Легко и непринужденно. Главное, чтобы нас не спалили во время воровства. это было опасно, но я это сделал, тем не менее. Глобус. будет попроще, чувак. Ладно, в жопу, что-то тут как-то опасно все. Я тут не смогу засникаться. Поэтому спускаемся вниз и уходим отсюда. То есть тут, в принципе, есть конечная точка, есть начальная точка. А что мы будем делать между этими точками? Вообще никого не волнует. Мы можем заниматься воровством, мы можем сидеть в тюрьмах, мы можем быть благородными господами вообще целиком и полностью. Так, давайте сначала прочитаем то, что у нас там есть. А потом будем уже что-то решать. Так, на что это? Один экшн-поинт. А это? И это один экшн-поинт. Тогда все отправляем нашему танку. Потому что ему очки действия более нужны, чем магу. Так, распознаем вот эти предметы, что мы нашли. Так, телекинез и блэксмитинг. Телекинез, это, конечно, хорошо. Но блэксмитинг, это больше да. Ладно, давай посмотрим, что это. Ой, бля, хуйню сделал. Так. Отправь обратно. Так, сделано, сделано, сделано. Распознать. Распознать. Тоже на Стрэндж. Я даже не знаю. Ну, давай. Это просто все опыт. Абсолютно все опыт. Книжечки тут вот эти вот разные. Свитки. Вот я чайный сервис даже спит. Вообще красавчик. Мастер. Мастер воробства. Такс. Но большой наглостью было бы спереть книжки вообще отсюда. Это было бы забавно. Такс. Вот это держи, вот это держи, вот это держи, вот это держи. Такс. Вот этот молоток в качестве одноручного оружия, который используется в консульт. Вот этот нож. И давай сюда 42 монеты. 40. Ладно, давай 44. Две заберешь. Вот. Вот так тут осуществляется в принципе торговля. Но у чувака я смотрю порядком так баблишко, поэтому давайте-ка ему сразу картины впарим. Мне вообще бабла хватит? Ну, так, не очень. Так, вот карты трежера. Да, то есть карты с сокровищами. Давайте одну возьмем. А все остальное... Хотя нет, в жопу. В жопу твои сокровища. Давай монетами. Такс. И какую-то подешевле картину сейчас уберу. Доберу это все кубками. бля. Бля. Перебор. 1400. Еще что-то на соточку. Вот это вот на соточку. Мясо. Такс. билочку. Нормально. Чуть-чуть переплачу, но и... Я, по крайней мере, при деньгах. И тут уже на этой площади это первый большой город, вот в котором можно действительно затариться. Потому что тут есть мастера вообще всего. Есть вот, видите, мастера магии, мастера... О, вот это то, что меня интересует. Молоток для ремонта. Держи. А, вот. Что-то я занимаюсь ерундой. 300 монет, 300. Ну, немножко переплачу, дай насрать. А вот это вот, что такое? О, вот это для мага хорошая херня. Это для лучника. Это у нас... О, кирку бы взять, честно говоря, потому что руда будет периодически встречаться. Потом кукинг. Ну, кукинг не хочу. качать. Что еще, что еще, что еще. В принципе, больше никаких тут ценных таких вещей нету. Кирочку бы взять, конечно. Ну, кирка, сука, дорогая. Ладно. Сейчас, размиксуем. Держи, держи. 600. Что бы еще за соточку? Ну, 700. Хотя монет вообще нету, блядь. Че ж ты такая нищая-то, а? Тваль. Это скиллы, конечно, но по скиллам я бы ничего не хотел брать для мага. Вот только можно один хилинг, свиток взять. Один. Туда еще соточку придется где-то, где-то вынуть. Так, смолчайный сервис, блядь, бери. Книжки, сука, дешево продаются, вот это что плохо. 915. 919. Что за ерунда? Ладно, вот еще это бери. Да е-мое. Ладно, нафиг тебя. Держи еще 10 монет. А. Мало. Одну. Не посчитал. Во. Узио, купили все, что нужно. Молливое. Так, теперь давайте приоденемся и все, наверное. Earth Resistance на мне. А это еще добавляет коммуникабельности. По факту то же самое, да, но немножко лучше. Перчатки надо менять в срочном порядке. Ну давайте коммуникабельность поставим, потому что это будет лучше. А что у тебя есть тут? Во, давай вот это вот отправляй Деймосу. Вот это все твое. Так, ну тут еще кое-что продать надо будет. Это я читал? Да, это я читал, просто мне не хватило денег, чтобы это все продать. Ну, то есть у торговца не хватило денег, чтобы это все продать. Вот, и как вы видите, вот сколько я бегаю, у блять, уже почти час. Эта игра реально затягивает, может это только меня, конечно, но блин, она мне чертовски нравится, она мне напоминает действительно мое детство, одну из первых моих игр, это Baldur's Gate, какая-то там вторая часть, или какая-то, короче, какое-то левое там дополнение было, блин, надо будет перепройти Baldur's Gate специально для себя, потому что я чертовски люблю эту серию, чертовски люблю саму игру, и что-то в таком роде, вот, мне очень нравится и очень я, вот, например, хочу видеть игры именно такого плана, то есть, похожая на Dragon Age, похожая на Baldur's Gate, какая-то там еще игра такая была, но уже не припомню, потому что, ну, это, блин, далекое детство, что тут, что тут вспоминать-то. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был Марс, игрушка, по-моему, очень прекрасна, она очень глубока, ну, тут долгий сюжет, довольно-таки, я еще ее не проходил, но знаю, что игрушка очень объемная, поэтому всем спасибо за просмотр, с вами был Марс, до новых видео, и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok